фрида здравствуйте здравствуйте вадим ну вот рада вас приветствовать в нашей студии потому что до этого мы общались с вами онлайн теперь общаемся живем вы кстати приехали в ригу сегодня и я просто сразу приоткрою небольшой завес тайны у вас был интересный диалог с русскоязычными жителями да вот так случилось я заехала в парикмахерскую можно сказать по дороге сюда и пообщалась женщиной которая приводила меня в порядок русскоязычная женщина у нас завязался с ней диалог она спросила откуда я почему я здесь откуда я прилетела поняла что я журналист спросила о чем я пишу я сказал я пишу только о войне в последнее время больше ни о чем и она сказала а кто виноват оба получается я говорю да нет не оба виноват только один у нее значит такой был чувствовалось взрыв мозга маленький произошел она говорит вот вы из россии так думаете я говорю да я из россии я так думаю потому что я журналист я должна быть объективной она мне призналась что ее муж по всей видимости занимает такую пророссийскую позицию потому что по ее словам он сказал что напрасно наращивалось военное присутствие у границ россии и вот такого ответа со стороны россии стоило ожидать но я тоже попыталась значит не подискутировать сказать что в последние месяцы как раз наращивалось присутствие у украинской границы и делала это собственно сама россия за этим следил весь мир готовился к этой войне вот ну а закончился наш диалог тем что я спросила ее не боится ли она как гражданка латвии того что следующим следующей мишенью со стороны россии со стороны российской агрессии это будут страны балтии как раз и она сказала да я этого боюсь потому что у меня 18-летний сын вот тут стало понятно что вот это как раз ее болевая точка своя рубашка ближе к телу вот здесь вот она начинает уже критически мыслить ей не нравится эта ситуация вот но меня немножко обнадежил тот факт что она очень внимательно расспросила меня какие русскоязычные медиа нужно читать сейчас и когда я уже расплачивалась на ресепшене она даже принесла мне визитку этого салона картонку такую и сказал напишите пожалуйста вот что что мне читать я сказал ну вы медузу хотя бы знаете нет не знаю медуза вообще у вас в риге базируется и написал я его три от других медиа что мы читаем для того чтобы понимать объективную картину но это весь кстати очень интересно потому что не так давно проводили в латвии исследование общественное мнение которое выявило что примерно 46 если не ошибаюсь процентов русскоязычного сообщества они находятся такой серой зоне то есть они не знают к какой стороне прибиться то есть есть те кто категорически за россию есть те кто категорически за украину есть огромный пласт который вот кажется растерянный на самом деле мы ведь тоже не в грэме очень много такого видим да таких примеров когда люди я не определился мне вроде страшно и тяжело принять то что делает россия мне кажется вот как раз это очень важный такой момент вот это же многим очень тяжело принять вот как вам кажется но для этого им нужно давать информацию как можно больше информации чтобы они не черпали ее только в пропагандистских про кремлевских медиа если будет много источников разных которые будут давать честную объективную прозрачную информацию то что-то начнет меняться в головах если людей отсекать от этой информации или не давать им возможности получить ее тогда к сожалению будут выигрывать как раз пропагандисты а как это решить потому что информации это много огромное количество тем более в латвии на самом деле сейчас учитывая что заблокированы федеральные российские каналы заблокирован целый ряд российских электронных сми я имею виду интернет сайтов но все равно люди выбирают то что они хотят то есть люди находят то что они хотят условно говоря я подпишусь на этот телеграм-канал а человек с другими взглядами подпишется на другой телеграм-канал и будет получать ровно противоположную информацию вот как как решать на ваш взгляд эту проблему есть у вас ответ на этот очень сложный вопрос действительно вот я сейчас вы мне задаете вопрос я в некотором замешательстве прибываю но возможно нужна какая-то поддержка со стороны государства как бы это не звучало несколько парадоксально но я понимаю что это такой очень для латвии болезненный щекотливый момент но я бы все-таки подумала над тем чтобы создать русскоязычная медиа с государственной поддержкой для того чтобы люди которые плохо говорят по-латышски не хотят на нем разговаривать или могут говорить но почему-то предпочитают русскоязычные медиа получали информацию через вот этот вот канал который может быть у них будет вызывать больше доверия вообще очень сложно сказать честно говоря вот надо реально подумать над этим но но проиграть эту информационную войну очень страшно собственно что из этого бывает мы видим как раз на примере россии россия победила вот как вы считаете потому что с одной стороны да мы берем русскоязычные диаспоры и видим насколько сильное влияние русских российских федеральных каналов это просто феноменально иногда доходит до каких-то я просто знаю примеры когда семьи разрушаются из-за того что муж допустим с одной позиции а жена с другой один смотрит федеральные каналы другая или другой не буду здесь гендерную какую-то дискриминацию проводить читает условную медузу и люди просто расходятся то есть это настолько тяжело происходит настолько глубоко вот впивается что просто даже иногда мне кажется это уже даже для психиатров может быть возможность для изучения да это безусловно я кстати брала не так давно интервью у психотерапевта профессионального который мне объяснял как работает как раз этот феномен он называл его нарциссическим растлением или нарциссическим извращением и кстати этот процесс начался не в правлении владимира путина не в последние там 20 или 22 года ему лет сто собственно наверное такой точкой отчета знаковый можно считать большевистский переворот как раз когда началось вот это вот накачивание людей информации о том что они великие они грандиозные у них есть особая миссия они отличаются от других народов в какую-то лучшую необыкновенную сторону вот и на самом деле это страшно поэтому отвечая на ваш вопрос в какой-то точке исторической я считаю что да кремль победил в этой информационной войне другое дело что мы находимся в этом этот момент он текущий слава богу и мы не знаем чем это закончится я очень верю в то что конечная победа будет все-таки не за кремлем но если брать вот какую-то отдельно взятую точку допустим 24 февраля ясно показала что огромное количество людей в россии совершенно зомбированы нарциссические развращены их психология напоминает психологии людей которые находятся в тоталитарной секте то есть это мания величия и постоянный поиск врага это внешний враг такой условно запад да и постоянный поиск внутреннего врага который меняется или эти враги существуют параллельно друг с другом это может быть лгбт мигранты интеллигенция евреи нац меньшинство и так далее и в общем-то как сказал этот психотерапевт история о истории есть примеры как выводить общество из этого состояния после 12 лет нарциссического растления но нет опыта как выводить после 100 лет вот это вот это уже поколенческое то есть из поколения в поколение это все передается но наверное вся эта история вот в какой-то момент вот условно опять 24 февраля достигла своего апогея когда мы увидели это во всей своей чудовищной ну и краса тут не уместно слово ну вот были же периоды я просто нередко об этом думаю что даже на том же российском телевидении был период такого журналистского рассвета это скажем та же программа вести которую вы имели отношения это светлана сорокина то есть это 90-е это оплот фактически новой журналистики в россии это было круто я когда просто еще учился в школе когда уже хотел стать журналистом вот у меня появлялись эти мысли я равнялся именно на ведущих российских федеральных каналов сейчас страшно представить да что кто может быть примером для молодого журналиста русскоязычного который хочет этим заниматься но тогда это были те люди на которых мы смотрели вот там новое поколение журналистов именно как например того как можно делать вот получается что ведь это было востребовано в какой-то период вот куда это все ушло это был очень короткий промежуток времени который очень быстро закончился с приходом к власти как раз после операции преемник собственно с разгрома НТВ и других независимых медиа постепенно не сумели воспользоваться вот этим вот десятилетием буквально ну и кроме того понимаете не были ведь не произошло какого-то простите за пафос но наверное других слов я не подберу какого-то духовного покаяния не произошло после семидесяти лет тоталитаризма то есть не были осуждены преступления коммунистического режима сталинского террора все это как-то было спущено на тормозах осталось огромное количество людей которые до сих пор считают Сталина своим кумиром в общем-то считают что это были лучшие времена в истории России ну и вот на этой вот зыбкой какой-то непонятной почве пытались построить демократию независимые СМИ ну и чем все это закончилось вот пришел Владимир Путин к власти не то чтобы уже он был один такой в этой стране и ее полностью подчинил и написал ей какие-то новые правила по которым она будет жить он опирался на огромное количество опять-таки людей которые полностью его поддерживали такой коллективный Владимир Путин а журналисты журналистское сообщество опять же ну я просто знаю многих людей тоже с федеральных каналов из федеральных СМИ из информационных агентств я знаю что это люди с либо с умеренно либеральными взглядами либо вообще с либеральными взглядами сейчас уже сложно после 24 февраля многие просто ушли но тем не менее как раз как мне кажется значительная часть людей которые работают в структуре российских медиа они в общем не про кремлевские в душе вот почему проиграли то почему не смогли вот как вы считаете сообщество тоже в этом виноват профессионально я не знаю вот трудно ответить на ваш вопрос сходу я считаю что здесь не надо говорить о какой-то коллективной ответственности в данный момент о какой-то коллективной ответственности со стороны этого профессионального сообщества потому что здесь ответственность должна быть индивидуальной если человек не считает возможным работать в этой пропагандистской машине то он не работает в ней если он в ней продолжает работать значит его все устраивает тем более после 24 февраля поэтому я не знаю что говорить о каком-то сообществе есть ли оно вообще или нет есть отдельно взятые люди если тебя что-то не устраивает если ты считаешь это преступлением пиши заявление и уходи если ты не пишешь это заявление продолжаешь выходить в эфир монтировать снимать руководить давать какие-то установки ездить на планерке в Кремль значит норм тебе ну тебя и спросится потом вот поскольку вы тоже много и активно пишете о том что происходит в медийной сфере насколько массовый исход после 24 февраля или это только такие разовые индивидуальные достаточно громкие случаи как например история Марины Овсянниковой но тем не менее это просто ну такие вспышки я боюсь что не массовый смотрите этих людей мы же можем все равно так или иначе ну допустим не по пальцам двух рук но все равно мы их можем перечислить по именам это если мы говорим о звездах а есть в конце концов еще и тех персонал люди о которых ну широкие массы не знают вот например о заместителе Эрста многие не знают ничего то есть его фамилия даже для профессиональных журналистов я о нем ничего не слышал честно скажу может это мое упущение но я о нем не слышал до того момента когда он сказал ребята я ухожу это то есть люди которые занимают там административные какие-то действия выполняют и так далее вот таких людей много сейчас ну не знаю мне кажется это сейчас в большей степени отслеживает журналист Роман Супер который в телеграм канале пишет об этих людях я не совсем согласна конечно в том что он называет их героями россии ну ладно все таки между я считаю что между понятием молодец и герой россии или даже не молодец а все таки молодец это наверное был 24 февраля а вот сейчас уже ну ладно хоть так и герой россии есть широкий люфт ну ладно сейчас речь не об этом все таки больше людей остается к сожалению вот если бы они встали и ушли и встала бы работа этих телеканалов российских мы могли говорить о том что да это какой-то масштабный исход который парализовал работу пропаганды но этого же не происходит к сожалению и большинство моих знакомых а у меня широкий круг знакомых в сфере телевидения российского ушли из них единицы а как объясняют то есть ипотека дети знаете я с ними перестала общаться я в какой-то момент поняла что вот мне с ними вообще не о чем разговаривать даже о каких-то бытовых вещах ну вот разочарование мы как-то уже в эфире затрагивали этот вопрос я просто тоже вспоминаю вот как всплывает в ходе нашего разговора фамилия известных журналистов там эрнест мацкевич например который не знаю работает он сейчас или не работает мне кажется да ну это опять же тот же дмитрий киселев который 90-е годы получал даже медаль от правительства литвы то есть человек который проповедовал такие ценности абсолютно европейские вот на ваш взгляд что меняется то есть условно говоря это просто человек адаптируется и приспосабливается или его психика уже искажается он просто искренне видит по-другому чем когда-то раньше ну как вот любят нередко приводить такой пример кто из нас был революционером там в юности консерватором в зрелости это вот типа правильный концепт я думаю тут и то и другое конечно какой-то конформизм безусловно присутствует потому что как вы понимаете все эти люди щедро вознаграждаются за свой неблагородный труд но я не исключаю того что они сами начинают верить в то что они несут с экрана это такая змея укусившая себя за хвост замкнутый круг абсолютно говорят же что и владимир путин верит в эту же пропаганду которую сам собственно и когда-то и организовал поэтому я думаю здесь наверное оба фактора работают я предполагаю так вообще трудно конечно залезть туда в голову и понять и принять как можно заниматься такими вот делами сейчас для меня это вообще просто не то что за гранью добра и зла я вообще себе не представляю это ну я предполагаю что наверное и конформизм работает и в какой-то момент они искренне сами уверовали свои собственные а вот эта власть которая дана телевидением средствами массовой информации особенно такими масштабными как российские федеральные каналы она доставляет людям удовольствие то есть вот как известно да есть испытания деньгами и власть вот это власть ты можешь повелевать можешь направлять эти массы наверное получаешь какой-то фидбэк там и так далее вы имеете ввиду людей которые работают на телевидении да те которые ну вот вы когда работали скажем вот эта узнаваемость этот статус и прочие вещи которые дает телевизионная картинка то есть это все таки ну сразу возвышает ну будем так цинично говорить над толпой да да я понимаю о чем вы говорите я могу сказать так что очень многие люди которые работают на телевидении им вообще по большому счету все равно что говорить для них важно быть красиво накрашенным уложенным одетым сидящим вот в этом голубом экране вещающим на сколько-то миллионов человек если завтра вот политика партии поменяется каким-то чудесным образом изменится информационный курс они с радостью не пойдут наверное но пошли бы сели бы за свои столы в студиях и начали бы радостно какую-то нести информацию на сто процентов противоположную тому что они говорят сейчас это тоже какой-то наркотик тоже какая-то наркотическая зависимость безусловно тоже какое-то растление нарциссическое кстати да зависимость вот этого так вы правильно говорите некоего статуса да нет на самом деле никакого статуса и многие эти многие из этих людей они да им по барабану им по барабану что они говорят главное что они сидят в телевизоре вот екатерине андреевой условный я думаю что да по большому счету да тем более как вот мы с вами уже один раз обсуждали она же несколько лет назад говорила что невозможно смотреть новости на федеральных каналах потому что я не помню дословно не хочу врать ну сама я их не смотрю она говорила потому что это ужас ужасный да ну почему то же она там работает хорошо это относится к дикторам новостей или к ведущим авторских программ потому что ну я просто пытаюсь примерить себя это же очень скучно да если ты на протяжении очень многих лет плюс-минус делаешь одну и ту же работу я согласна да даже ну не вносишь какой-то дворский элемент я так предполагаю что там есть редактор он приносит текст ведущий новостей заходит с суфлера читает и уходит так это устроено сейчас да да вот и не знаю многие ведущие даже не редактируют свои тексты это я абсолютно точно знаю все тексты вычитываются шеф-редактором ведущий ему говорит ты вычитал текст ты вычитал текст потом он заходит после шеф-редактора в этот текст и просто расставляет там себе ударение где нужно и длинные слова разделяет на слоги чтобы удобнее было читать с суфлера то есть вы понимаете очень профессиональный уровень человека он даже не занимается своим текстом тем текстом который он сейчас произнесет с экрана о чем тут может идти речь ну на западе так же или на западе я думаю что нет это даже видно по манере видения это даже видно даже если ты не профессиональный человек и не знаешь эту кухню с другой стороны изнутри обратите внимание как ведут даже информационные программы вот то что вы говорите скучно да я как журналист которым было бы наверное скучно да я поняла ведут ведущие информационщики каких-то зарубежных сми да cnn там не знаю там масса других каналов насколько они раскрепещены очень много импровизации это видно очень много спонтанности какой-то суфлер читают минимально очень много комментариев от себя если это ведущий авторитетный у него большой вес это всегда приветствуется потому что аудитория его любит она ему доверяет ей интересно его мнение даже если он информационщик на российском телевидении совершенно иная манера ведения человек просто тупость читает суфлер текст который ему кто-то написал и кто-то за него даже вычитал ничего там от себя быть не может ну только если этот суфлер я не знаю там рухнет и у тебя будет а ну кстати было же много случаев когда ведущие федеральных каналов российских элементарно теряются вот когда у них слетает что называется суфлер то есть исчезает на суфлёре текст и ведущий остается один на один с этим черным экраном с черным квадратом он не знает что ему сказать почему потому что он не владеет он не владеет темой не владеет вопросом такие это были просто комичнейшие случаи когда например ведущая федерального канала читала суфлер читала читала дошла до какого то места и суфлер почему то завис он перестал прокручиваться то есть вы же знаете что это человек который этот суфлер для ведущего я работаю на телевидении простите по каким то причинам суфлер перестал крутится она помолчала посидела помолчала помолчала какое то время потом начала читать заново опять тот же самый текст в надежде что к тому времени пока она дойдет до конца вот этой самой последней строчки кручение возобновиться оно не возобновилось она помолчала и начала опять. Она не знает, что ей говорить дальше. Но это специально так сделано? То есть для того, чтобы диктор новостей был, ну, скажем, не слишком самостоятельный? Нет, нет, нет. Ну, это обычная практика. Суфлёры есть на всех каналах. Нет, я имею в виду, что человек не подготовлен к тому, что что-то может пойти не так. Нет, не специально. Но это просто так, это не специально сделано, я думаю, изначально. Но просто уже так сформировалась такая вот традиция. А как отбирают? Поскольку, ну, по внешнему виду. По внешнему виду. Там же огромный конкурс, я предполагаю, на федеральный канал. Раньше точно было там какие-то нереальные говорили, что очереди стоят из тех, кто возможно пройдёт конкурс и попадёт в эфир. Потому что это была мечта для многих людей. Я даже помню, когда вот, опять же, моё поколение, да, что попасть в федеральный эфир, это был просто недостижимая мечта для многих моих коллег в России. Любой. Ну, это, наверное, сейчас так остаётся недостижимой мечтой. Но я точно знаю, что внешний вид имеет огромное значение. Вообще, вот этот так называемый лукизм очень сильно развит, да, то есть нужно смазливое лицо. И обратите внимание, как в большинстве своём молодые ведущие федеральных каналов. Это, кстати, извините, что... Им чуть-чуть за 20. Это нонсенс для как раз западных каналов, где в кадр садятся люди, которые уже зарекомендовали себя как корреспонденты, которые очень много работали в поле, выходили в прямое, которые, что называется, пороху понюхали. И почему им верят, почему их любят, потому что их хорошо знают. Этот человек, у него такой мощный бэкграунд за плечами, что когда он уже садится ведущим в кадр, такой, может быть, даже иногда немножко на пенсию выходит, да, ну, отчасти только, естественно, то он уже к этому времени хорошо известен. То есть это не просто какое-то красивое лицо, которое вдруг непонятно с какого-то кастинга появилось. А на российском телевидении во многом благодаря так. Именно так. Слушайте, тут интересный случай у меня произошёл. Вы что-то будете вырезать потом? — Нет, всё пойдёт. — А, да? Тогда поздно. — Да, у нас без монтажа. — Вы же знаете, что Лилия Гильдеева ушла, да, с НТВ, да? — Да, конечно, с НТВ, да. — Мне недавно пишет, значит, моя приятельница, которая тоже, кстати, работала на ВГТРК в те годы, когда работала я, но она тоже давно уволилась с федерального телека, и она мне пишет, слушай, а что, Гильдееву вернули на НТВ? Я пишу, не может этого быть. Она говорит, вот мы сейчас сидели с мужем, смотрели утром телевидение, я чуть не поперхнулась, я, говорит, вообще никогда не смотрю, естественно, телек, но тут что-то вот дёрнуло нас включить НТВ, и там сидит Гильдеева. Я говорю, нет, это просто невозможно, это просто, ну, невозможно никак. Она говорит, пожалуйста, напиши ей, спроси у неё, всё ли с ней в порядке. Я говорю, хорошо, я ей напишу, спрошу, всё ли у неё в порядке, но всё-таки ты удостоверься, что это действительно была она, перепроверь эту информацию, найдите эту запись и так далее. В общем, в результате выяснилось, конечно же, что это была не Лилия Гильдеева, но канал НТВ, как мне, я знаю это только со слов, вот этой женщины, я сама не смотрела, нашли один в один девочку красивую, такого же типажа, как Лиля, вот, и даже с каким-то татарским именем. То есть постарались импортозаместить, так сказать. Вот. Ну, то есть, кто этот человек, никто не знает, почему он там работает, никто не ведает, да всем и пофиг, собственно, да и никто и разбираться не будет. Вот вам свежий самый пример. Ну, кстати, вот по поводу, я помню, была дискуссия, почему так происходит, это, кстати, свойство не только России, но многим восточноевропейским странам, что, окей, мы возьмем молодого человека, молодую девочку, или там молодого мальчика, посадим в кадр, пусть он будет красивым, у него будут там белые зубы и нет морщин, и вот этого достаточно, да, действительно этого не делает очень давно, и там вообще другая концепция, в российском, на российском телевидении это не так давно поменялось, когда журналисты стали работать в кадре, заменили дикторов непосредственно на советском телевидении, которые, и да, вот это объясняют как-то, вот почему, ну, учитывая, что, опять же, телевизор смотрят люди постарше, почему именно молодых сажают, почему не посадить человека чуть старше 20 лет, для того, чтобы вот, не пытались найти объяснение? Нет, ну, там постарше тоже есть, в принципе, и старше 40 есть, и старше 50 даже, на каких-то программах есть. Ну, это авторские, на авторских, Екатерина Андреева, опять же, да. Ну, да, да никто никому ничего не объясняет, а никто и никаких вопросов не задает, ну, никто же не задает, это только мы с вами вот сидим, вот сейчас между собой перетираем, что называется. журналистские байки. Да, да, а так-то, в принципе, всем все равно, красиво же. Но все равно, вот если измерить эффективность российской пропаганды, ведь работает, это работает, причем работает абсолютно феноменально, феноменально, то есть зомбировать такое огромное количество людей, причем, вот мы говорили с Таравшаном Аскеровым, и интеллект не всегда защищает от этого. Казалось бы, да, что там умный человек, в каком-то классическом представлении, я знаю таких людей, эрудированных, закончивших вузы, которые с буквой З на лбу, и все, у них все хорошо, и картина мира уже выстроена, и ты даже не знаешь, как разговаривать, и кажется, ну вот, читали одни книжки, знаем, кто такие Стругацкие, там, читали Ремарка, там, еще много кого, да, Бродского можем процитировать, и все равно они работают. То есть все равно вот это оказывается сильнее всего того бэкграунда, который у человека есть. Книжки, фильмы, музыка и так далее. Да, получается так. Ну, потому что эти зерна, понимаете, вот, когда пропаганда уже развернулась на полную мощь, на всю катушку начала работать, они же, опять-таки, вот, возвращаясь к началу нашего разговора, они упали на очень хорошо подготовленную почву. Вот когда десятилетиями муссировались одни и те же идеи о каком-то величии, о такой великодержавности, да, то когда российская пропаганда начала раскручивать вот эти вот идеи, вот уже начиная там вплотную с 14-го года, да, о том, что Украина – это недогосударство, украинцы – это один народ с русскими, и так далее, украинский народ – это, украинский язык – это какой-то диалект русского языка, и так далее. Почва-то была очень хорошо уже подготовлена. А у вас были свои личные разочарования? Я помню, что я спрашивал об этом, но я вот сейчас вспоминаю, например, Митков, да, то есть это символ НТВ, который сейчас тоже работает на НТВ, ну, меньше в кадре, больше на административной должности, и, опять же, слышал такие мнения, что для многих, ну, не для многих, для какой-то части людей интересующихся, это стало, ну, таким довольно сильным разочарованием, то есть, ну, можно же красиво уйти, как, например, это делал Михаил Осокин, да, насколько благородно и красиво он ушел с НТВ, Парфенов, Пивоваров, еще масса людей, а Миткова нет, вот, какие-то у вас такие были, вот, что у вас лично, это как-то, ну, если не ранило, но, по крайней мере, вы на это обратили больше внимания. Ну, ранило нет, но я могу сказать, что вот вы говорили о том, что вы смотрели Сорокину и учились. Интервью брал у него, когда мне было 18. Ага. Ну, то есть, это были такие мастер-классы профессиональные. Я тоже так же, например, когда я еще жила в Казани и училась на журфаке, с раскрытым ртом смотрела прямые включения Евгения Ревенко, который потом впоследствии стал моим начальником. Я, например, помню, он тогда, по-моему, был парламентским корреспондентом, работал в Думе, он выходил в прямое на канале НТВ, это было, конечно, потрясающе совершенно. Он произносил свой текст о том, что происходило в тот день, какое-то, видимо, было важное голосование по какому-то важному вопросу. Это вот конец 90-х, год, наверное, там 98-й. И в этот момент из Думы вышел Зюганов и мимо него стал проходить. Ну, не прямо вот рядом, а вот на каком-то отдалении, небольшая дистанция их отделяла, но Ревенко увидел его боковым, или, может быть, ему подсказали, что там идет Зюганов. Он мгновенно сориентировался и сказал, вот здесь вот проходит мимо нас, значит, глава КПРФ, и я прямо сейчас хочу задать ему все те вопросы, которые меня волнуют. И он, значит, грубо говоря, там, Ваня, оператор, пойдем со мной. Это все в прямом эфире происходит, понимаете? То есть это никакой не сценарий, никакого там заранее подготовленного текста, ничего не запланировано. Он догоняет Зюганова и начинает, значит, его расспрашивать. Я понимаю, что это высший пилотаж. То есть я это реально смотрела дома, на кухне, там я жила еще с родителями, в Казани я была студенткой, и для меня это вот было для меня невероятно круто. И, конечно, когда я видела этого человека много лет спустя, когда я уже работала непосредственно под его начальством сама в Москве, я видела, ну, не хочу говорить, во что он превратился, да, но все-таки это уже не был журналист, это был стопроцентный пропагандист. И мне вообще было, конечно, не близко то, что он транслировал публично. Я просто помню вот про Евгения Ревенко, я делал с ним интервью большое, тоже очень давно, это было начало 2000-х годов, я просто, как сейчас помню заголовок той статьи Евгения Ревенко двоеточие, ни один кадр не стоит человеческой жизни. Он рассказывал про Чечню и про чеченские командировки, и говорил, что я никогда не пошел бы на то, чтобы мой кадр эксклюзивный или который принес мне какую-то известность мог бы кому-то повредить. Я очень хорошо запомнил эти слова, потому что мне тоже Евгений Ревенко очень нравился. Тот Евгений Ревенко, о котором вы говорили, у него был там выпуск новостей, даже больше авторская программа. И потом я с ним пытался снова связаться, даже переписывался в Фейсбуке, он уже стал депутатом от Единой России, еще на радио я тогда работал, приходите в эфир, давайте поговорим, он отказался, но я все равно в Фейсбуке, он у меня есть в друзьях, слежу. Ну, сейчас, наверное, нет, потому что запрещено единороссом им пользоваться, как я понимаю. И да, меня удивила очень эта трансформация, потому что мне он всегда казался человеком очень глупым, то есть именно все понимающим. Он, наверное, есть какие-то другие механизмы. Просто мне интересно понять, как это работает. То есть можно все списать на какой-то цинизм. Ну, вот там, окей, я подстраиваюсь и все, и вот я живу так, потому что мне за это платят. Но ведь не все циники, и я вижу людей, которые как-то по-другому меняются. Я до конца не могу понять, как это происходит. Я могу только предполагать. Вообще, я согласна с вами в том, что Ревенко не похож на циника. Я его трансформации не наблюдала, к счастью, потому что я с ним близко никогда не общалась и не жила в Москве. Я видела его только вот тогда в кадре, когда я была восхищена этим. И потом уже через много лет, когда мы с ним столкнулись в вестях. Я думаю, что я предполагаю, что у человека просто начинает в какой-то момент работать психологическая защита. То есть он понимает, что он оказался в какой-то ловушке, и что он реально проделал очень большой путь в какую-то неправильную совершенно сторону, одеваться уже некуда. Ну, как ему кажется. Ну, допустим, не находит в себе сил человек признаться в этом и тем более сказать, я больше не буду этим заниматься. Ну, тогда психика же себя защищает, она же не даёт тебе сойти с ума. Ты начинаешь всю эту действительность представлять в своей голове так, чтобы это было тебе удобно и комфортно. Я только так это могу объяснить. То есть, по всей видимости, он себе объясняет, что правильно вот именно так, как я делаю. А Познер, который, кстати, молчит, я отношусь, ну, то есть, есть вещи знаковые для меня в работе Владимира Познера. Я считаю, некоторые его интервью шедевры, некоторые провальными, как интервью с Шнуром и Зимфирой, но есть, например, интервью с Макфолом или Митрополитом и Лорионом, которые были проведены просто, на мой взгляд, субъективно на высшем уровне. И я вот тоже пытаюсь понять, я много раз брал интервью у Владимира Познера, и я сейчас пытаюсь понять, почему он не говорит. То есть, почему он пропал. То есть, человек, у которого фактически есть все, да, то есть, он прожил большую жизнь, он обеспеченный человек. Я думаю, что он не зависит от первого канала и от того, что, окей, ну, хорошо, не будет эта программа выходить, более не факт, что она будет выходить, потому что многое уже изменилось. И я вот пытаюсь понять, почему не выйти, не сказать, не назвать войну войной, потому что Владимир Познер, который хорошо, опять же, знает войну, он это помнит, он об этом нередко говорил, он был в зоне оккупации во Франции и так далее, еще во время Второй мировой войны. И он не говорит. И я пытаюсь вот для себя найти ответ на этот вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос, я себе задавала ровно те же самые вопросы, что и вы. Я, более того, я думала, но у человека несколько гражданств, он даже может уехать и там встать в полный рост и сказать, прекратите, остановитесь, но он и этого не делает. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, я понимаю только две вещи, что, во-первых, этим самым молчанием он перечеркивает все то хорошее, профессиональное, что он делал до этого, а во-вторых, даже когда война кончится, а я не сомневаюсь, что она кончится, победой Украины, ему больше ничего не надо говорить, он не имеет на это права. То есть это как раз точка выбора. Абсолютно. То есть нейтралитета уже... Даже если он захочет что-то сказать, это никому не будет интересно. Вот еще интересно, что Урган-то сказал, которому есть что терять, как мне кажется. Да, и многие сказали, кому что есть терять. Многие люди живут в Москве до сих пор, или в Петербурге, или в других городах России и громко говорят. У них страницы в Фейсбуке открыты, и они каждый день пишут посты. Это даже не какие-то селебрити, которые могут эмигрировать, могут уехать, могут не уехать, могут, я не знаю, какими-то связями воспользоваться. А вообще обычные люди, которые просто говорят, что у меня жизнь разделилась на до и после, на 24 февраля. И я вот недавно, кстати, брала интервью одной такой прекрасной девушке. Она сказала, что когда приняли закон о фейках, вот там прошло, дней 10 прошло после начала войны, и я закрыла свою страницу в Фейсбуке и некоторое время помалкивала. То есть мне было страшно, я решила, ну сейчас меня посадят, если я буду говорить, нет, войне. И вот как раз в этот промежуток времени, сказала она, я чувствовала себя максимально паршиво. Я опять открыла свою страницу и начала писать, потому что мне было невыносимо это молчание. Я предавала себя, я предавала свои идеалы и так далее. Вот какой, вот кто герой России, кстати. У меня знакомая одна, которая призналась мне, что я сижу около кроватки за своим сыном маленьким и плачу, от отчаяния плачу, потому что я боюсь. Я понимаю, что я боюсь это написать, но я не могу это не написать. И я не хочу, чтобы мой ребенок жил в атмосфере этой ненависти. И в то же время она тоже связана, была связана с федеральными СМИ и говорит, мне чудовищно плохо, я думаю, как отсюда уехать. И я понимаю людей, потому что вот там Илья Бер, который сейчас в Риге, в отношении него проверка, значит, Равшан Аскеров, с которым мы сегодня разговаривали, он высказался негативно о маршале Жукове и о трофеях. Уголовное дело, но он уже успел уехать. То есть, и это страшно. Я понимаю, опять же, ту девушку с ребенком, которая говорит, мне плохо, я боюсь. И многие боятся. Я тоже, я прекрасно понимаю, что она чувствует. И мне тоже было страшно. Я помню, что когда я, кстати, писала вот этот свой самый первый пост, просто меня вырвало этим постом. К нам недавно в Прагу приезжал Нойз МС с концертом, с благотворительным, они выступали с Монеточкой. С Монеточкой, да. Он же написал не так давно песню «Аус Вайс», как раз о коллективной ответственности, о коллективной вине россиян. И он как раз говорил, меня вырвало этой песни, я не мог ее держать в себе. Вот так же меня, я просто, ну, у меня откликнулись вот эти вот его слова, потому что я, понимая, что он чувствовал, меня вырвало этим постом. И я помню, что я его писала, там, я его напишу абзац, начинаю плакать. То есть, я понимаю, что сейчас что-то будет, уже, видимо, придут. Я даже думала, надо поприличнее одеться, когда придут менты, чтобы я хотя бы нормально одета была. Потом пишу второй абзац, опять начинаю плакать, но я понимаю, что я не могу остановиться уже. И это вы в Москве тогда? Это было в Москве, да. Потом был такой момент, я жила у своих друзей, в тот момент, ну, там, сейчас не буду вдаваться в подробности, и после этого поста начался, первые сутки было какое-то затишье, а потом пошел вот такой вот сильный резонанс. То есть, я так понимаю, когда его перепечатали, перепечатало «Эхо Москвы», еще какие-то медиа, то есть, очень многие люди его прочитали, и мне начали его присылать совершенно разные люди, мои друзья, знакомые, родственники, которые увидели этот пост в каких-то совершенно, не у меня на странице в Фейсбуке, в других, в разных местах. И мне звонит мой друг, вот в квартире, которого я жила, и говорит мне, «Фрида, пожалуйста, не пиши больше, пожалуйста, такой не пиши больше, мне сегодня мои друзья на работе показали, что ты написал, ты молодец, я с тобой полностью согласен». Я говорю, ну, ты боишься, что к тебе придут, сейчас дверь мне тут болгаркой выпилит. Он говорит, ну, и это тоже. И он хочет со мной поговорить, я говорю, сейчас, подожди, я тебе перезвоню через полчаса. Он говорит, ладно, хорошо, а я на эти полчаса ухожу, потому что мне надо выйти в прямой эфир дождя. То есть это я ему даже не рассказываю, чтобы не беспокоить его, чтобы ему нервы не трепать. Я сходила, вышла в эфир к дождю, потом, как ни в чем не бывало, перезвонила ему и говорю, ну, я причем в глубине души понимаю, что я не смогу уже больше не писать. Вот, я говорю, ну, я постараюсь как-то быть помягче, более обтекаема в каких-то там формулировках. Ну, и потом я уже уехала. Ну, вы быстро приняли решение уехать? Нет. Самый последний момент я приняла решение. То есть там был какой-то сигнал? Пора. Просто я не хотела уезжать вообще, я себе сказала, я не поеду никуда, я вышла на работу, я же решила к тому времени уйти уже из журналистики, по ряду причин. Сейчас уже не буду вдаваться в эти подробности. Я вышла на работу в одну компанию, которая занимается так называемыми биополимерами. Это добавки из целлюлозного и других растительных волокон. Я очень изучила хорошо их сферу деятельности, потому что я перевела их сайт с английского на русский язык с огромным количеством очень жесткого контента. Гидроксипропилметилцеллюлоза и вот это вот все. И я проработала в этой компании два дня и два часа. Вот в третий день моей работы я должна была заниматься продвижением в интернете, диджитал-маркетингом. Прошла курсы, прочитала несколько книг толстых, такие вот холи-байбл для маркетологов всего мира. И на третий день у меня с утра была встреча с двумя сотрудниками. Мы как раз говорили о том, как вот нам развивать это направление, как его продвигать лучше. Я возвращаюсь из переговорной к своему рабочему месту, и у меня лежит телефон, и там несколько подряд сообщений. «Тебе надо уехать, немедленно уезжай, пожалуйста, уезжай, уезжай». Ну вот просто вот как-то вот такой был вал. Я не знаю, почему так произошло. Это разные люди писали. И вот тут вот как-то я уже сломалась. То есть я сказала секретарю, что я поехала в банк, мне нужно забрать карточку свою, что было правда. Мне завели зарплатную карту, я оделась, взяла рюкзак, пошла к выходу, понимая, что я не вернусь. То есть я вот прям иду вот так вот в один конец. Вот я поехала в банк, забрала эту карту, поехала в школу, забрала ребенка из школы. Быстро по дороге я решала вопросы вот с транспортировкой, когда ехать до латвийской границы. Латвия все-таки какую-то интересную, особую роль в моей жизни играет, я вот сейчас так понимаю. Но раньше никак не были связаны, да, с Латвией? Нет. Ну вот я понимаю, что я, слава богу, что в 2012 году, отдыхая на Бали, я познакомилась с тем человеком, который как раз мне помогал эвакуироваться, с которым мы поддерживали отношения все это время. Кстати, может быть, вам будет интересно. Значит, это мой друг Виктор, друг нашей семьи. Значит, когда мы познакомились, мы вместе отдыхали. Я не рассказывала, кто я. Я работала в то время еще в Вестях. Ну, просто я никогда об этом не говорила. Зачем? И, значит, Виктор и его супруга Алла, тогда еще будущая супруга, они сами случайно меня увидели. Видимо, тогда еще в Латвии показывали второй канал. И он был одним и самым популярным. Они совершенно, они не пророссийские люди. Они случайно его включили, обалдеть. И тут они увидели меня, человека, с которым просто они вместе отдыхали, провели 10 дней, мы разъехались, вообще никогда ни о чем, о телевидении не разговаривали. И он мне пишет в Фейсбуке, Фарида, так ты ведешь Вести? Тут я была вынуждена признаться, что да, я веду Вести. И он мне сказал, мы сегодня смотрели программу с тобой. Ты страшные вещи там говоришь. Это был там то ли конец 12-го, то ли начало 13-го года. Это все такое травоядное время. Еще такие вегетарианские времена, да. Еще там до Украины много времени оставалось, до аннексии Крыма. И вот это был, я, конечно, кое-что испытывала, вернее, не кое-что, довольно сильный дискомфорт я испытывала уже и к тому времени. Там уже закон Димы Яковлева был принят, и протесты были наболотные, разогнаны. И вот это вот мнение со стороны третьих лиц и с другой стороны, к тому же, которые смотрят это вообще, они вот так над схваткой, вообще вовне наблюдают это все. Вот я вот помню эти страшные вещи там говоришь. Я даже помню, он писал латиницей мне, то есть кириллической раскладки нет. И, конечно, это тоже по-своему, но это тоже был какой-то маленький импульс к тому, чтобы я задумывалась все больше о том, что надо принимать какое-то решение. Поэтому Латвия сыграла определенную какую-то роль в моей судьбе. И потом вот Виктор помогал мне эвакуироваться вместе с другими моими друзьями, которые тоже сейчас живут в Латвии. Они нас, так скажем, вывозили. Ну, надежда вернуться в Россию, вот, понимаешь, что она остается, но, тем не менее, загадываете, когда? Да. Когда? Ну, я вначале, это вообще, когда уезжала, я думала, сейчас пару месяцев, и я вернусь. Сейчас я понимаю, что нет, так не получится, но я обязательно вернусь. Обязательно вернусь, даже если это будет какая-то бедная, отсталая страна. Я не знаю, когда. Помните, как у Талькова? В страну не дураков, а гениев. Ну что ж, я надеюсь, что это удастся осуществить. Ну, а пока будем встречаться в Риге. Рига — город дружелюбный. Это точно. Спасибо. Спасибо за этот разговор, и приезжайте к нам еще. Спасибо. Палдец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова